Музыка Вот мы сейчас где-то под Москвой У дома Дэна Береща Дэн, скажи, пожалуйста, это дача или это вот дом-дом? Нет, это прям настоящий дом, который мы построили своим руками Главное, я и жена, и еще одного человека забрали с нами Так что, ну, дом настоящий Прямо так, как я хотел Дом, животные, козы, мясо, ну все как надо Природа Простор Рыбалка, все Понятно Скажи, пожалуйста, ты же по профессии строитель, да? Да, это основная профессия У меня два виша образования Экономист и строитель И вот строительный твой вуз, он был в Югославии бывший, получается? Не, в Сербии Уже в Сербии Ну, я как строительством занимался Делал окна, двери, пласт, металл, фасады от стопла Ну, а просто так Из любви к строительству Друзьями помогал, строили домы в Сербии Ну, построил много домов там Ну, просто, ну, из дружбы так, дружебски Это первый дом, который ты построил вот в своей новой жизни в России? В России, да, первый дом Я в Сербии строил свой дом Но там трехэтажный, здесь не сделал такую ошибку Большая уборка Надо убирать много И нафигу не нужно Мы вдвоем, нам хватит Для тебя православие Это вот что-то, что просто с молоком матери было впитано И является такой частью культуры Или это вообще, так сказать, нечто большее Оно, вот и вера руководит твоими поступками Ну, вера очень важная Я считаю, что все шаги, что делал, делал правильно, благодаря вере Ну, кто-то скажет, ну, сколько ты людей убил Ну, я никогда не считаю их людьми, потому что это военные с другой стороны Вот это военные, которые пришли убивать Ну, тут вопросов не так много Либо-либо То есть ты случайно никогда спусковой крючок не нажимал? Знаете, как? Будет все очень просто Герой Украины Снайпер Получил от Порошенко звание героя Украины Солдат, который служил на территории Донбасса В Киеве убил трехлетнего ребенка Через претер Говорят случайно Вот у снайпера не бывает случайного выстрела Не бывает Вот, этот человек убивает люди А на войне, если сражаешься с военем Это совсем другое дело То есть на твоей совести ни одного гражданского человека Гражданского нет и никогда не будет Интересно, вот я уже собирался выключить мобильный телефон И тут получил сообщение от журналистов из Англии Которые снимали в Донецке сюжет в семнадцатом году Вот, а мы принимали в нем участие И вот они первый раз за несколько лет написали и спрашивают Приветствуем, Александр Извините, что давно не были на связи Ну что, будет война? Как вы думаете? Вот тебе, что ты думаешь? Сегодня утром я проснулся, включаю телефон, пью кофе Мне сообщение о доле из Америки Которая снимала фильм «Воину снайпера» Она спрашивала, ну что, здесь все смеют Говорят, что война начинается Руси забирают Украину Ну, тогда я ее рассказал Я, мое мнение, лично мое мнение Я ведь это говорим, где-то года три-четири Что Украина очень нужна война, которую они должны проиграть По возможности потерять део территория И сейчас, это просто пришло время, когда им больше не взял Ну, и им срочно, срочно нужна война По какой причине? Украина уже входит в второй план Европа понимает, что кучу проблемы Потому что, ну, держать курс к Украине, который ненормальный Украине нет газа, нет угла Большие социальные проблемы Европа и Америка больше не дают денег как раньше Значи, они снова должны себе вернуть Как это на первое место Как они это могут сделать и начать войну Но если они начнут войну и выиграют Что физически невозможно Ну, если бы У них снова проблем Больше не денег Вам, ну, вы выиграли Зачем? Просите помочь А если проиграют войну И потеряют део территории Они все сейчас делают Что бы это случилось Тогда они могут снова сказать Вот, ми, бедненьки Эти плохие русские на нас напали Забрали део территория Так что я Мне кажется, что война будет Очень бы не хотела, чтобы это случилось Потому что украинская армия там На передовой очень сильная артиллерия Они как бойцы никакие Это все, что говорят по телевизии Это сказка Я смотрю их непередачи Но по вопросу артиллерии Они показали, что могу Без никакой жалости Бить и помирным жителям Уничтожать инфраструктуру Они сейчас ведь пришли в такую стадию Когда им очень срочно нужна война Очень срочно Вот удивительно, заметь Я вообще не собирался Вот у тебя в доме Говорить о войне О политике Но видишь Эта тема неизбежна Да Ну вот, тем не менее С чего хотелось бы начать Спасибо большое за приглашение Вот у тебя очень теплый Хороший дом И Потому что Гасный, дорогой Как в Европе Вот так вот Понятно Но ты знаешь И владелец еще И владельцы Теплые люди Вот ты знаешь В этом доме Хочется вот Знаешь Достать семейный альбом И открыть его С первой страницы Вот если ты позволишь Я С первой страницы Хотел бы открыть Твою биографию Твою Поговорить о тебе И Задать тебе вопрос Ответ на который Я ни в одном интервью С тобой не находил Собственно Вот Я родился в Советском Союзе А вот Где ты Родился И когда Что это была за страна Город Семья Я родился В Югославии Тогда еще была Югославия Я родился в Белграду Ну у меня дом Недалеко от Белграда В селу жил Село называется Путинцы 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 Потрясающе Это в честь чего Тогда еще Ну Наверное что-то Знаете как в жизни Бывают совпадения Такие что Понятно То есть ты Путинцем родился Я у Путинцем Родился Семьдесят четвертого Года Двадцать петого Сентября Ну мы с тобой Примерно ровес Второй ребенок Семьдесят четвертого Семьдесят четвертого Семьдесят четвертого Семьдесят четвертого Семьдесят четвертого На то чтобы понять Что такое Земля Потому что вот для меня Югославия Я к сожалению Никогда не был Но Папа там был Журналист И первая Печатная машинка На которой я напечатал Первый материал Для журнала Юный натуралист Вот он был напечатан На потрясающей Машинке печатной Которая называлась Юнис Она такая была Красно-белая И она была Такая же вот Стильная И интересная Как там Эппл Макинтош Даже еще Еще круче Интересней Потом я помню Свои первые Роскошные Югославские Туфли Которые мне Прослужили лет Десять А маме Папа привез Из Югославии Кожаное Роскошное Пальто И она всю жизнь Всегда о нем Говорила Какое мне Юра привез Пальто из Югославии Вот это для меня Югославия Что Югославия Ну так сказать Какие-то материальные Ее символы Вот что за страна Была такая Югославия Если бы Инопланетане Прилетали на Землю Они бы точно Жили в Югославии Это Которая была Тогда Да ты что Конечно Что у Югославии Было хорошее В Югославии Был коммунизм Но на самом деле Била умерена Диктатура В смысле Значи У вас Все разрешено Не лезите в политику У вас Есть работа Есть бесплатна школа Бесплатно здравство Два раза в год Каждый человек Который работал Могал ехать И отдыхать Летой на море Зимой На В горе Бесплатно На счет Предприятия У которым Работает Свои жили Дружно Югославия Распала Свои Развалили 1990 года Поднимали Националисты Хрватские Нацисти Можем сказать И все Развал Очень быстро Многие Сейчас В Сербии Говорят Очень плохо О русских Которые Освобождали Югославию Говорят Плохо О коммунизме Но Эти люди Которые У времена Коммунизма Построили Доме Которые Покупали Большие Квартиры Они сейчас Когато К ним Пришел Капитализм Не могу Заработать Достаточно Чтобы Покрасить Толка Это Что Строили У времена Коммунизма Им Тогда Било Плохо Это Просто Мне Югославия Которая Была Коммунизм Она Была Очень Так Скажи Пожалуйста А вот Правда Ли Что В Югославии Была Как Сейчас Бы Сказали Вот Гибридная Экономика И В ней Было Лучшее И От Социализма И От Капитализма Она Объединяла В себе И то И Другое И Не Стало Ли Это Причиной Того Что Вот Этому Не Могли Позволить Она Гео Стратегически Находила На очень Важном Положении На Балкану Балкан Ета Раскрсница Многих Дорог И Титополь Звали Сетом Он брал И От Востока Брал От Запада Как Деньги Так И Технологии И У нас Реально Било Сво Очень Качествено Например Там После Второй Мировой Войне Где То 60 Года Начало Сво Производить Очень Качествено Свои джинси Своя еда Свои самолиоти Вертолиоти Военная техника Но Все Что Было Нужно У Югослави Производилось У нас Дес Это Сербские Сладости И Я Носи Час Когда Пойдем На Донбас Я Понесем Там Шохолатки Типа Nutella Толка Сербская Еврокрем Називае Са Можна Посматрив Канюш Служи Слушай Я Вижу Что Прям Вот Опять Что Такое Основательное Видно Что Ну Я По-прежнему Называю Это Югославское Вот У меня По-традиции Знаешь Когда У нас Была Гражданская Война Сразу Второй Год Начала Контрабанда Мы Из Хорватии Завозили Вегету К нами А Они Брали Сладости Наши Из Сербии Ну Это Да Югославское Остается Что Предприятия Которые Все это Производили Они Давали Рабочим Там Не Било Сиромашних Там Бил Постоян Средний Класс То есть Такой Своего Рода Народный Капитализм Конечно Значит Что Производ Компания Произвела В этом Году Получила Хорош Прибил Она Построила Большой Дом И Дала Там 30-50 Квартира Рабочим Бесплатно Просто Отдали Все Другое Но Это были Справедливости Ради Надо сказать Что Сложности Определенные Для Обеих Сторон Потому Что Я Слышал Что Усталенности Были Непростые Отношения И тогда Начала Наша История Менјака Как Вечте Сказал О Красной Армии Начали Говорити Не так Как Што Било Особенно Се Час От Последних 10 лета Красно Армейци Они Толка Насило Убивали Марадьорили Но Мој дедушк Они Срађали Вместе С Красно Армейцами Так Што Я Правду Знаю Свој Сина И Постоянно На својм каналу На Ютуб На сербском Языке Об этом Говорю И Ева Постоянно Баня Там И Удаляю Ролики Но Надо Об этом Говорити Потому Что Не може Запад Бити Нами Друг Который Нас Бомбил Там Убивал Свој Жизни Старался Уничтожити Сербию И Сечас Нами Друзья А Русские Которые Потеряли Царство Которые Помогали Но Се Я Помню Смотрел Эти кадры И Мы Вообще Ожидали Что Начнется Мировая Новая Война Потому Что Югославия Тогда Воспринималась Как часть Нашего Большого Мира В котором Россия Советский Союз Должны Были Прийти На Помощ Или К нам Должна Была Эта Война Прийти Она Казалось Чудом Не Пришла Где Тебя Застала Эта Война Сколько Тебе Было Лет И Что Ты Делал Когда Это Началось Про Бомбардировки Сербии Надо Еще Вернуться Назад Потому Что Американцы Англичане Первый раз Бомбардовали Сербию С 1942 И 1944 Года Они 1944 Года Так Бомбили Городы Белград И Ниж Что Это Не Делала Фашистская Авиация Второй Мировой Войны Красная Армия Когда Подошла Белград Фашисты Уехали Из города Но Все равно Союзники Бомбили Белград Где То 20 тысяч Человека Погибло Тогда Тогда Они Бомбили Фашистов А там Их Не было Серьезно Они Ушли Белград Слободный А Почему Они Бомбили Ну Знаете Как Они Тогда Они Уништажаны Очень Силно Бомбили Церкве Очень Силно Бомбили Вот Све Наше Библиотеке Просто Ухлам Уништожены Били Но Что Спасло Там Несколи Исторических Книга Это Что Верующие Люди Они Книги Из Библиотека Носили В Манастире И Большинство Книга Из Наше Сербское История Оно Сахранено Сейчас Они Как-то Публичные И Ован Деретич Об этом Много Писал Наш Историк А историки Выяснили Почему Потому что В случае С Дрезденом Ну Как С Хиросимой Это Была Показательная Бомбардировка А Зачем Они Просто Уничтожили Историю Нет Книга Нет Истории Все До Свидания То 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 Помогу Дэн У тебя Просто Здесь Какой-то Радостный Хаос На кухне Вот Приехали Друзья И У тебя Готовят Ты им Уступил Как бы Вот Я так Понял Что Свою Кухню Понятно Ну Это Что-то Явно Это Это Такой Сербский Ответ Гамбургером Готовится Нет Нет Плесковица Это Абсолютно Другое Дело Откуда Название Плесковицы Плесковица Отплескать Вот Мы Плескаем И она Плескать Это Плескать Это По-русски Как Будет Значит Похлопать Хлопок Понятно Ну Грубо говоря Хлопушка Своего рода По-русски Да Да И Ее Надо Уметь Изготовить Вот Я Уметь Эти Плесковицы Но Как Делает Ну Это Мужское Дело Я Так Понимаю Что Это Мужское Дело Именно У нас Угланов Мужики Готовые Специалитеты В Сербии Жены Делают Но Мужики Больше Но Я Думаю Стараюсь Лени Сначала Не Привычно Бил А Потом Удобно Стало Ну Я Думаю Она Рада 99 Год Мы Понимали Что Война Будет Нормальные Люди Которые Били Там Военные Служил В 72 Бригаде Специального Назначения Это Был Призыв Или Ты Уже Был Я Служил Армию Участвовал В гражданской Войне А это Было 99 Года Веч Был Такой Старенький 24 То есть Ты Уже Решил Пойти По Пути Стать Военным Профессиональным Нет Я Как На Срочную Службу Когда Пошел Мне Определили В 72 Бригаду Ну Были Остал На связи С офицерами Которых Служил Вод И 98 Года Они Веч Разговаривали Об этом Что НАТО Буде Bombардировати Сербию Милошевич Старал Се Тому Не верите Вод Сде Су Вас В России Есть Такой Человек Влад Шуригин И Руси Нами Помогли Чтобы Немношка Отложили Те Bombардировки Што Сделали Принесли Сербские Русские Офицеры Сфотографировали Внутренности С-300 Там Где Компьютеры Стоят И Как Случайно Эта фотография Вишла В эфир И НАТО Не понимало Сербия Есть С-300 Не С-300 Нами Нами Давали Возможность Припремиться Тоже Французский Разведчик К нам Помогал Который Дал Дане Чотко Когда Буду Bombардировки Но Милошевич Не Приньмал Это Люди Около Евг Говорили НЕТ Как Европейску Државу Bombардировати Так что Bombардировки Начали 24. Марта А Я Поехал Как Доброволят 20. Марта Там Наши Официри Сказали Надо Уводить Технику Надо Припрематься За Bombардировки И Толка Благодаря Ими Нами Неразбомбили Армию Военно Ми Не Проиграли 99. Года Они Почти Ничего Не Уништожили По Военном Вопросу Похотой Не Зашли На Территорию Сербии Но Проиграли За Столом Войну Погибло Много Людей Прям Много Скажи Пожалуйста Очень Сложная Тема Она Безусловно Для Тебя Особенно Сложная И Болезненная Мы Тогда Все Переживали За Югославию Но Я Помню Что Тогда Весь Мир Упрекал Милошевича В Этнических Чистках Да Вот Даже Сейчас Президент Говоря О том Что Украина Могла Бы Сделать На Донбассе Он Упоминал Сребряницу То есть Есть Некий Дискурс Где Все Уверены В том Что Было Именно Так Что На Милошевича И тогда Получается На Сербии Была Вина И Никто Как-то Внутрь Сильно Не Углубляется Чтобы Понять Собственно А что Там Было Вот Скажи Пожалуйста Изнутри И Объективно Какой Процент Вины В этом Во всем Был Действительно У Милошевича И Насколько Это Были Этнические Чистки Или Это Все-таки Была Некая Спецоперация Милошевича Милошевич Бил Должен Седети В тюрми И Ему Должен Били Судити Не За То Что Пошел В Воину Но За То Что Сдел Он Предал И Народ И Армию И Родину Все Предал Ты Милошевич Дэйтонские Соглашения Дэйтонские Соглашения По вопросу Этнических Чистки Вот Я Бил Сребреници Чему Произошла Сребреница Очень Важно Сребреница Была Эта Чашка Там Жили Мусульмане Их Жило Очень Много Рядом В округ Была Сербская Села Есть Интервью Полицийского Командира Сребреница Который Говорит Што им Билл Клинтон Сказал Вам И нужно Што би погибло Где то 7 тисућа Мусульмана И такда НАТО Буде реагировати Они отказали Су убивати Своих И што такда Произходи Дальше Такда Насер Орић Војни комадант Сребренице Он Виходит Из этой Своје Енклаве Заходит У село Братунац Можна помнишь У мојо книзи Кога мертви Заговаря Та обетан писал Вот ми зашли Перви После их Село Братунац Там ни один Убити Срб Не бил убит Из автоматического оружја Либо Одрезане голаве Либо Молотками Разбите голаве Одрезане руке Детејна ходили В духовках Как Иса Разабити На дверима церкве На коле Набивани Вот это делали Мусульмани Из Сребрениц Вот они Виходили Резали Србе Сдец А за чем Они вырезали Потом В друге село Потом возвращались В третье И в один момент Радко Младиц Сказал Ребята Так больше не буде Ми Такова и такова числа Йедемо на штурм Сребренице У вас Јест возможности Убрати гражданске Жалети Не будемо никого Ко буде там Это первый раз В истори Што то тако Произашло Обеспечили коридор Граждански люди Из Сребренице Зашли в автобус Это все Јест ролики Никакви там Очень много Гражданских Вишли И их Срби Автобусами Отправили В muslimанских Города По Босни и Герцеговине В Сребренице Остали толка Војени Примерно Две с половине Тићи лјуди И за три днја Су је они погибли Их Реално Нико не жалео По какој причине По тому што Бојшенство нас Котори там Наступали Либа видели Зверства Мы в Донбасе Знаем Сколько Мусульман Которые У тебя Есть друзья Мусульман То есть Вот То что Произошло Вот это Столкновение Оно Абсолютно Не коррелируется Даже с той Национальной Политикой Которую Ты сам говорил Тито Устанавливал В Югославии Откуда Это взялось Что Произошло Это все таки Какая-то Враждебная Операция Была Спровоцирована Значит Когда была Должна начаться Гражданская Война В Югославии Ну Наш верх Там Сказал Все Војни Не буде Давајте Республике Которые Хоќе Оделјат Се Пажајте Ујажайте Вас Нико Не буде Трогати Значит Армија Уходи С территорији Словеније Босније Хорватии И никого Трогати Не будет Просто Армија Уходи Воружение Там Остајоца И Перво Начало Уход Наш армији Из Словенији А им је Не надо По тихому Они Сабрали Своју Групу Лјуди Которые Просто Этих Војних Которые Уходили Словенији В Доброводчевској Улици В Городу Лјубјани Их Просто Там Бојшенство Порезали Ани Те снимке Запускали На Интернету И Такдармија Сказала Оно Падаждите Такдарми Дожни Охранјати Својих И вот И так Се началось А по вапросу Патом Городу Сарајево Тоже Люди там Жили дружно Годами Там Све Семји Замешане Там Муж Серб Жена Муслиманка Там Или Друга Семја Там Муж Хрват Жена Серб Все Силно Замешано Били Никого Никого Не трогал Потом Англичани Отправили Својих Снайперов И они Начинаю Убивати Все Что Движется Там Вообще Неважно Кого Это Тоже Никакви Секрет Зачем Война Дожна Начаться Они Это Убиваю А потом СМИ Говорят Серб Снайперов Убиваю Муслимана Муслимански Снайперов Убиваю Сербия Хрват Снайперов Убиваю Сербия И СМИ Начинаю Войну Потом В Босну Заходи Так да Скажем Профессионал Главорези Вот Это ИГИЛ Который Воевал В Сирии В Афганистану Они Обучались В Босни Их Завоз Американцы В большом Количестве И это Не Муслимани Нормальные Это Радикальные Муслимани Это Совсем Разные Веще У меня Папин Двоеродный Брат Ему Жена Муслиманка У меня Очень Хороший Друг Муслиман Мне Муслимани Приезжали В дом Сейчас Приезжают Разница Между Муслиманами Нормальными И радикальными Она Большая Вот У нас Войну Делали Радикальни Муслимани Вот Как Украина Широкина Приехала Била Группа Тоже Радикальних Муслимана Так что Югославию Просто Развалил Запад Как Это Не могло Сразу Получить С Самесним Котори Хотели Сво Это Как То По Тихому Сделати Вот Они Просто Отправили Своих Людей Которые Начали Убивать Все Подряд И Война Начинается Вот Удивительно Что Пройдет Чуть Больше Десяти Лет И Произойдет Война В Ираке Где Америка Британия В результате Этой Войны Уничтожат Сотни Тысяч Сотни Тысяч Людей Погибнет Да Но То есть В сравнении С этим То что Делала Югославская Армия В Югославии Это Точки Но Тем не менее Никто Не бомбит Нью-Йорк Никто Не бомбит Лондон А Ливия А Сирия Но Югославия Так сказать Вот К Югославии Другой Был Другие Совершенно Применены Стандарты Если Так Можно Выразиться Нет Стандарта Есть Просто Это Надо Уничтожить И Все Уничтожить Твоя Что Получается Домашняя Коптильня Да Цех Вот Здесь Ты Делаешь Колбасу Ясо 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 Товарищ Принес Сва Колбаски Которые Он делал Будем Димити Друзья Приносим Ясо Я им Надимим Делаю За себя Еще Можно Сказать Учинц Вот Видишь Здесь Свежая Колбаска Вот Так Он Делает Холод Делает Ветер Видишь Колбаска Платиться Мясо Там Сейчас Оно Начнет Гореть И Потом Через Минута Пят Толка Так И Дим 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 7-8 часов Потом Еще Добавим Дима И Дум Дим Потихоньку Пошли Резать Мясо Это достойно Стола Президента России И Мира Катара И Британской Королевы Да Давай Вернемся К Твоей биографии К Альбому Семейному Война В Югославии Что Дальше Как Ты Оказываешься В России У меня В Сербии Била Очень хорошая Жена Как Человек Но У нас Не ладило Так Сильно И Мы Жили Хорошо Но Это Не Были Такие Отношения Мужи и жена Которые Должны Бити Но Мы Сели Поговорили Семь Вырастет Будем Разводиться Ну Я Читал Я Мужик Ми Совместно Сделали Дом Я Дом Оставим Потом Уедем Дальше Но 2012 Года На власть Приходят Другие Люди Которые Начали Говорить Что НАТО Это Все Правильно Руссия Враг Все Наоборот И В Сербию Начали Приходить Офицеры НАТО Ходить В вузы И Говорить Как НАТО Бомбил Сербию Чтобы Нам Было Хорошо Но Я С этим Не Мог Смириться Ну Било Там Стички Немножко За Официера НАТО Замели Потому Что Я В Сербии Можем Сказать Не Просим Человеком Бил Немножко Публичным И Политиком Занимался Фирма Била Уменя Немалинка И Потом Когда Эта Новая Власть Сказала Что Ну Церква Это Ну Так Не Очень Важно Е Давайте Ми Будем У Сербии Проводить Гей Параде Постоянно Все Это Больше Нема В государство Били Две Возможности Либо Встретить Официера НАТО Который Начнет Снова Мозог Морочить И Там Его Завалить И Сезти В Тюрму Либо Уехать Из Сербии Ну Син Веч Вираз Достаточно С женой Сел Поговорил Сколько Был Сыну Лет Это Било 2013 Года Ему Било 15 Лет Да Ну Веч Возраст Парень Он Раст У меня Как Друг Он С 15 Лет Был Веч Зрелым Мальчиком И Я Принял Решение Уехать Из Сербии Сразу Поехали В суд Дом Все Что У меня Било Там Расписано На Жену И Сина С 200 Долларов В джеб В карман Поехал В Сочи Работать Вот И Там Работал На Олимпийскую Деревню Строили С Феврора Месяца 2013 Года Снайпером Да Вот Этот 72 Батальон Ну Снайпер Разведчик У нас Подготовка Ну Полноценного Официра Била И Вот В 2014 Год Олимпиада И Начало Событий На Украине Ну Не Начало События На Украине Начало События На Крыму Севастополь Это Никогда Не Был Украиной Безусловно И Ребята Русские Добровольцы Которые Были У нас Когда Была Война И сказали Еще там Когда говорили На Косову Разговаривали Я им говорили Если что То будет Нужно Обращайте Снова Всегда Приедемо Ну Я честно Никогда Не думал Что Руси Будет Нужна Помощ Но Знаешь Человек Кака Диночка Не може Много Сделати Но Если Ти Сказал То Должен Не Това Сделати Вот И Они Мне Звонят Я Работал Так Да В Социо Говорят Деки Помни Што Ти Сказал Помощ Нужна Но На сербском Они Сербски Говорили Отлично Конешно Приезжай В Севастополь Как да Будеш У вас Можнасти Я Сел на Поезд Сначала В Одесу И Из Одеса В Севастополь И Я Обманим Сейчас 17 Или 27 Фебруара Я Приехал В Севастополь Бил В Севастополь Абарони Отделено Группи Северни Ветер Сейчас Мой командир Седил в Чехии И арестовали Чехи Там Александр Франчетти И Потом Говорят Здесь Закончилось По Тихому Там Война Начинается На Донбасу Надо Помоть Это Буде Три Четри Месяца Украина Конечно Не буде Бомбити Своих Украинцев Это Как то Бистро Закончится Ну Никто Не расчитива Что Украина Отправи Самолете И артилерию На народ Донбаса Так что Три Четри Месяца Продлилось Ох Ох Особенное Место Среди Людей Которые Руководили Ну Как сейчас Говорят Русской Весной На Донбасе Занимает Особую роль Играет Александр Владимирович Захарченко Вот Если Коротко Что Это Был Человек Многие Считают Его Таким Русским Тилем Улиншпигелем Вождем Племени Если Так Можно Сказать Так Ли Что Это Был За человек Ты С ним Был Знаком И Собственно Когда Мы Приехали Снимать Кино О Донбасе Ты Меня С ним В общем Благодаря Тебе Я С ним И Познакомился Вот Что Это За Человек Если Кратко Кратко Это Простый Русский Человек Прям Русский Русский Вот До Последней Клетки Вот Ему Все Это Свалилось На Голову И Знаешь Когда Простый Человек Становится Главой Республики Ему Очень Трудно Но Он Старался Делать Все По Совести Вот Он Прям Старался Делать Все По Совести Глава Республики Приезжала На Передовую К нами Бойцами Бывало Когда Он Одежду Снимал И Давал Бойцами Вот Конкретно Мне Давал Когда Мы Брали Коминтерново Вот Это Человек Который Я Не Могу Сказать Просто Настоящий Русский Богатир Прямо Этой О Которой Мы Говорят У Сказками Русским Вот Значит Самый Простый Маленький Русский Человек Хватит Чтобы На Его Родину Надвилась Беда Он Становится Богатиром Не Важно Его Рост Не Важно Ничего Вот Это Настоящий Захаченко Бил Прямо Такой Русский Человек Ты Один Из Немногих Людей Которые Доподлинно И точно Знают Кто Виноват И Как Все Началось И Вот Если Мы Можем В эту Начальную Точку Вернуться Я Бо Тебя Хотел Попросить Потому Что Я Тогда Еще Как Журналист В Донбассе Не Был Вот В тот Момент Только Слышал Потом Рассказы Людей Кто С чего Началась Война В Донбассе Что Кто Сделал Что Вспыхнул Этот Пожар Войны Вообще Все Начиналось С Майдана Вот Народ Мне Когда Говорят Русские Украинцы Это Один Народ Я Никогда Не Могу Согласиться С этим Потому Что Я Увидел Русских Познакомил Русскую Душу Познакомился С душой Украинцы Вот На Донбассе Там Не Живут Украинцы Сколько Би Моих Сослуживцев 2014 Года Не Говорили Что Они Украинцы И Они Сражаются За Украину Они Подуши Они Русские Это Сасвим Другие Вот Так Люди Не Участвовали На Майдану Когда Бил Госпера Ворот На Украине Они Поняли Что К Ними Приходит Беда Ми Я Не Знаем Это Сми Очень Мало Говорит С Об Этаму Но Поезди С С Нацийками Поехали На Крим Но Когда Поняли Что Там У них Будет Не ОЧЕ Хорошо Они Сашли С Этих Поезда А Потом Начали Приезжать На Домбас Начали Убийство И Конечно Народ Будет Подниматься Каждый Normalный Человек Должен Защищать Свой Дом И Эти Люди С Русской Душой Они Поднялись Сами Украинцы Ну Это Правительство Тогда Когда Било Парошенко Турчинов По Мне Самый Сильный Человек Там Который Развязывал Воину Это Директор СБУ Как ему Беш Име Не Важно Вспомним Углавном Что Происходило Они Завозили Кучу Воружения Ненужного В СБУ В Их Здание Например В Луганску Когда Зашли Наши Ребята В Администрацию Зашли В СБУ Они Забрали Кучу Автоматического Сейчас Когда Время Прошло Я думаю Что Специально Привезли Там Как Воружили Уполучение Им Просто Эта Война Била Нужна Не Украинцами Но Людям Которые Как Кукловоди Играли Вот так Повесили Украинцы И играли Са Ними Потому Что Они Просто Дали Воружение Сражайте Не Руси Украинцы Дали Украинский СБУ Вот Есть Такой Человек На На Донбассе Минер Его Позывной Вот Этот Человек Который Брал СБУ В Луганск И он У Славянск Отвез Кучу Вооружения Которые Забрал СБУ В Луганске Которые Там Вообще Никак По штатке Не должно Было Находиться Это Очень Интересный Момент О нем Мало Кто Говорит А Ведь Понимаешь В чем Дело Когда Мы Снимали Наши Фильмы В Донбассе Снимали Фильм С Александром Владимировичем Захарченко Я был На линии Фронта И тогда Обращал Внимание На Оружие У бойцов Это Естественный Интерес Особенно У всех Кто Служил В армии Я Естественно Понимал Что Это Не У него Происхождение Не Российское А Теперь Еще И Получается Что Этот План Возможно Начать Войну Он Был С той Стороны Он Был Несекрой Да Они Просто С ними Пользовались Как Что Было В Сербии И Так Делали Там Еще Интерес Например Я Тогда Это Думал Они Просто Жадничат Просто Жаднич Хочут Денег Я На Донбасс Пошел С Много Денег Я Заработал Много В Сочи Не Пив Не Курю Не Гуляю Скопилось Так Хорошо Из Севастополя Там Приезжал Рос Он Бивший Беркутовец Один День Он Подходит И Говорит Деки Нужно Денег Хорошо За Чего БТР Купить Рос У меня Денег Есть Но Не На Толка 12 Тысяч Гривни Доллара Сколько Это Полтора Тысяч Рос Полтора Тысяч Доллара Да Купишь БТР Резину Одну Не Купишь За Денег Говорит Есть Вот Продаю Рос Я Хочу Посмотреть Тоже Вот Пошел С Росом Он Бил С еще Одним Человеком Забил Позив Ной И Там Три Украинска Солдата Привозе БТР БТР Которые Работа С БК Беру Полтора Тысяч Доллара И Уезжают Потом Ми Когда Одашли А БТР Сзади Он Полни Воружение Еще Там Несколько Ящика С БК Несколько Автомата Винтовки Таких Случаев Был Не один Раз Когда Ми Оди Покупали Потом Иловайск Вот Что Твоё мнение Вот Ти Прости Солдат Попадаешь В окружение У тебя Танки Значит Ти Как Прости Солдат Что Должен Сделать Забросить В этот Танк 10 Граната И Свалить Туда Чтобы Врагу Недостался Ми На Иловайск Толка Воен Техники В полности С БК Забрали Тоже Кажется Нелогично Дебальцево Мене Кажется 84 Танка На Хаду С полным БК Забрали Не Бивае Такова Получается Што Украинці Мне Се Час Кажется Такое Кагда Обетам Се Боше Подумаю Украинці Просто Воружали Армию Донецка И Луганска Республика Сколько Бе Звучало Ненормально Дурадски Но Это Факти Што Много БК И Много Техника На Хаду Вообще Ненесторожен Техника Сколько Ты лет Не был Дома В Белграде Последний раз Бил У Септембру 2014 Года Вот Ани Но Я политикой Занимал Се В Сербии И Кото Из Министерства Бароне Донецка Республика Опубликовал Прикат За моим Наградами Там Било Мехарс Два Креста Несколько Забојвие Написали Зачем Ето Нужно От И так Дана Чеш Мој Проблем Са Нашим Правителством Са Са Свим И Лјуде Каторо Отправили Там Убитиминја Отправили И Сербия И Они Приняли Закон Обетан Да Не можна Војевати За Граниками Сербии Если Тебе Не Отправило Правителство Но Толка Проблем В этом Што Проблеме Белградский Аэропорт Улетали В Сирию Пустници Которые Сражались У ИГИЛу И Нико Их Не трогали Возвращались Спокойно Но Там Целое Косово В Легион Уезжают Но Они С Косово Тоже Через Белградский Аэропорт И Мы Сами Знаем Кто Косово Возглавляет Конечно И Нико И Их Не трогает Толка Мы Которые Помогаем Руси Последний раз Можешь Приехать В Сербию Если Хочешь Вот Они Сказали Так Если Вернете В Сербию Мы Все Прощаем Потому Что Вы Прощаете У нас Долг Кросси Вот Такой Никогда В жизни Не Вернем Ну Говорим О Цару Николаю Добровольцами Русскими Которые Приезжали Которые Катарина Приводила Ну У нас История Очень Связана И Вы Мне Что Туда Прощают Ну Пошли Ну Буквально Таким Словами Но Потом Проблемы Убившие Семьи Были Там Типа Как Здесь ОМОН Они Выбивали Двери На Дом Заходили И Искали Меня Там Все Рано Что Знали Что Я Здесь Но Просто Давление Такое Било А Там Совершенно Летний Ребенок Бил Но Это Все Потом Когда Принесли Закон Я В Семьи Начали Они Просто Мне Заставили Стати Публичным До тогда Мне Мало Кошто Знал Я Старал Что Бил На Сторани Но Все Равно Что Бивша Жена Мой Син Не могу Я Так Оставить Вишол И Сказал Вот Тви Пидераси Прям Тим Словами Вот Я Здесь Если Вам Что Нужно Приезжайте В Донец Крешим Вопрос И После То Все Больше Никого Не Заезжал В Дом Не Било Такого Вот Я Всегда В Каждом интервью Говорил Я Серб Доброволец Пришел Один Никогда Меня Государство Отправило Я Такой Војен Вот Я Служил Там И Патом Нет Я Пришел Один Когда Оля Делала Фильм Војна Снайпера Мы Когда Познакомились Она Сначала Сказала Что Я Радикал Дурак По Какой Причине Вот Мы Селли Разговаривать Только Тогда Мне Кажется Еще Не Начали Бежанцы Из Сирии Я Говорил Вот Эти Бежанцы Они Должны Зачи В Европу Эта Америка Дела Чтобы Экономически Ослабила Европу Потому Что Силна Европа Ненужна США Силна Россия Ненужна США Они Сви Ненужны Америки Англия Вообще Виде Из Евросоюза Потом Эти Бежанцы Будут Толчок Где Месни Чорни Или Мусульмане Будут Делать Очень Серйозные Проблемы Государствами Это Бил 15 Или 16 Год Рассказал Как Начну Воину В Белорусии Слава Богу Лукашенко Било Силе Это Предотвратить После Сразу Загорит Се Жостко Кавказ После Этого Начинает Наступление Типа Операция Бура На Украине Но Се Остановил Лукашенко Сва Тих Дальше Собития На Кавказу Точно Так Де И Началось Но Русиани Зашли Остановили И Так Де Бура Не Получила Се Она Говорну Ти Дурак Надо Мир Смотрит Другим Глазами И Надо Понимати Как Работают Люди У Англии Они И Свои Цил Как До Этого Циля Значит Надо Делать Вот Так 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 Вот Эта Аналитика Она Очень Простая И Слава Богу Руси Это Понимает И Очень Хорошо Сражается С ними Безусловно Всем Известен Замечательный Фильм Война Снайпера Мы Не Пытались Его Хоть В чем То Повторять Потому Что Все Кто Хочет Узнать О Тебе Вот Как О Воине О Бойце Я Просто Рекомендую Всем Просто Посмотреть Этот Фильм Война Снайпера По-английски Он Называется Снайпер Сво И Вот Там Прекрасно Все Это Показано Я Помню Что Ты Как-то Мне Рассказывал Об Одном Эпизоде Который Меня Потряс О том Что Ты Помог Отомстить За Стариков Или За Целую Деревню Которая Стала Жертвой Туристов Которые Туристов В кавычках Приезжали На Сафари И Просто Охотились На Людей Как На Животных Там В Африке Охотятся Богатые Туристы Вот Ты Можешь Об Эпизоде Рассказать Ну Это Было Несколько Раз Первый Раз Я С этим Встретился В село Александровка Вот Там Тупо Стреляли В Гражданских Там Передавая Очень Близко И Снайпер С другой стороны Он Не Можешь Не Видеть Или Это Гражданские Вои Или Војни Вот И Они Мало Приезжают Там Информация Вот Гражданском Попало В живот Попало В голову И Постоянно Гражданских Там Војних Наше И Небило Ну Я Тогд За Хаченко Пришел Командир От Обстановка Такая Такая Он Говорил Ну Я Понимаю Информация Јс Што Это Иностранцы Приезжают Надо И Там И Там Что Делати Надо Их Уништожати У них Оборудование Такое Крутое Это Другое Дело Разрешение Есть Есть Вот Пошел И После Этого Очень Долго В Александру Куника Не Заходил Потом Ну Я Не Могу Сказати Что Это Иностранцы Это Просто Било Такое Приезжаю На Сафари Информация Есть Реально Но люди Били С другой С другой С другой Но Я Не могу С ними На Дистанции Сражаться Снайпер Разведчик Это Не Просто Хорошо Стрелять Надо Очень Правильно Думать 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 И еще Думать Вот И Получилось Что Я думал Лучше От них С другой С другой С другой Они Не Ждали Что Би Ко Зашел Там Где я Заходил А Потом Я Забил Реон Как Звонит Товарищ Из батальона Восток Петрович Командир Подразделения Говорит По нами Стрелляю Из Далинобойных Винтовки Это Бил Мне Кажешь 14 год Ну Я Числа Стараюсь Не помните У нас Проблема Ну Я Приехал Там Молодой Парень Мне Кажешь Медведу Јво Бил Позивной Показали Откуда Стрелляю По Ними Ну Я Посмотрел Понимаю Что Своим Сведелом Я Там Ничего Не могу Сделать Рекол Ребята Давайте Сделаем По Другому Рекол Ви Просто Ну Прикритие А я По Шол На Другу Сторан Ну Там Минет Минет Моя Проблема Зашол Прям Втил Значи Не Там Откуда Стрелляли Еще Назад Па Даждал Што Би Группа Ушла Там Била Два Таких Зрелих Человека С винтовками И Охрана Била Потом На Дороге Сделал Растяшки Подождал Группу Кога Возвращала Се И Получил Найтолка Две Винтовки Получил Их Dokument Я Тогда Предал Резаню Он Бил Командир ДРГ Резаню Котором Захаченко Ме Отправил К нему Служити И Што Он Сделал С этим Документом Я Не Знаю Но Потом Я Рассказал Что Их Пробили И Два Человека Были Очень Богатые Финни Состоятельные Финни Да Это Конкретно Паспорты Финские Били Я Не Дурак Знаю Читать Знаешь Ко С Что С С Начало Читал Они Наверное Добровольцы Как Я Добровольец Как Из Америки У нас Они Они Видимо Знаешь Это У них По соседству Бревик Точно Бил Сафари Потому Что Их Охраняли Солдаты ВСУ Их Охраняли 8 бойцов Значит 8 бойцов Чтобы Ишли Охранять Снайпера Такого Не Бывает Значит Они Просто Охраняют Люди Которые Платят Деньги За Это 100% Были Люди Которые Приезжали На Сафари Вот Удивительно И при этом В Донбассе Такой Интернационал В том числе И Западных Стран Есть И Финн И Француженка Девчонка И Англичанин Грэм Филлипс И Американцы Вот Эти Англичане И Американцы В Донбассе Они Подтверждают Собственно Мой Тезис О том Что Нет Плохих Народов И В той же Америке В Британии Огромное Количество Людей Которые И могли Быть Нашими Друзьями И Стали Нашими Друзьями И Поэтому Безусловно Здесь Вот Та Война Которой Мы Говорим Это Не Война Племен Это Не Та Война Племен О которой Там Писал Есенин Это На самом Деле Война Можно Сказать Добра И Зла Конечно Под Злом Я подразумеваю Конкретно Нацизм И Нацистов И Ты Скал Что Ты Последний Раз На Был В 2014 Году Вот Почему Ты Больше Всего Скучаешь В Белграде В том Числе И Вот С Точки Вкусов Каких То Продуктов Там Всего Хотел Об этом Сказать Сербия Она Очень Сильно Поменялась Вот Тогда Когда Я Был Я В Сербии Занимался Рыбалкой Спортивной Рыбалкой Ехал По Сем Миру На Соревнования По Лову Карпа И Получилось Так Что Был Чемпионат Рядом С Домом И Я Поехал Там И Ребята Меня Друзья С Которые Воевали Били Когда Гражданская Воина Били И На Косову Они Спрашивают Сколько Платят Много Ничего Я Свои День Тратил Один Говорит Прям Со Мною Служил Постоянно Говорит А Мне Пофигу Ко Я Сейчас Уехал Сербия Предала Нет Сербия Никого Не Предала Это Могут Люди Предать А Родина Она Никогда Не Предает И Потом Понял Что Очень Много Люди Так Думают И Я Не Могу Сейчас Сказать Что Мне Тянет Людмит Эти Люди Которые Были Хорошие Я С Ними Общаю Но Их Не Так Много Тебя Тянет На Родину Нет Тянет Почему Сербия Она Особена Что Там Надо Приехать Посмотреть Там Запах Разный Очень Много Русских Начало Ходить В Село Где Я Родил И Что Они Говорят Там У нас Кажди Которые Спрашивали Где Сначала Поехать Сначала В Церку А там Двор Большой И там Черешня Я Всегда Говорим Надо Познай Весно Ехать И они Говорят Попробовали Такого Вкуса Нигде Нет Потому Что Очень Много Солнца Очень Много Солнца Мало Ветра Земля Чернозон Но Все Что Нужно Там Запах Йеди Он Просто Я не знаю С чем сравнить Вот Я Везде По Миру Кушал Много Чего Специалитеты Попробовал Но С просто Селиско Храной Сербии Ничего Не сравни Родина Это Где Родил Се И где Там Где Я Родился Там Все Ровно Только Одна Фрушка Гора И Назваю Сербский Атос У меня Всегда Когда Было Времени Это Рядом С Домом Там Куча Монастера Вот Это Спокой Который Был В этих Монастерах Вот Я Там Заезжаю Просто Ну Монастер Заходил Не Заходил Там Рядом Седеть И Просто Чувствовать Эту Душу Сербия Домбас Тоже Назвати Свою родину Но Я там Бил С начала И Осу Шесованья Последний День Это Вообще Несвязано С верой С нацией С этим Если Ти Серб Казак Татар Не важно Ну Русская душа Вот Это Заменя Эта Родина Вот Помнишь Я ти Говорил Об этом Что К нами В дом Заезжают Наши Бойцы Которых Ми Помогнем Немножко Чтобы Они Пришли Себи И Потом Пошли В Нормальную Жизнь Если Шитаемо Что Наш Дом Как Украина Вот Там Тоже Куча Людей Которые Хочут Жити Мирно Спокойно Как Эти Люди Которые Приедут К Делаем Здесь В нашем Дому Значит Когда Украина Поедет Вперед Русия Сзади С армией Надеются До Определенных Границ Сто Процентно Уверен Что Куча Хороших Украинцев С другой Сторон Этих Нациков Просто Их Так Сплеснул Между Собой Поставили Русия И Нормальный Украинский Народ А там Много Нормального Народа Я Тогда И Вернусь К тому Что Ты Сказал И Это Очень Важная Поправка Когда Тот Президент Говорил О том Что Русские Украинцы Один Народ Он Имел Ввиду Именно Вот Таких Украинцев Дэн Это Праздничный Стол Или Это Обычный Стол И В Сербии Обычный Стол Всегда Праздничный Каждый Раз Когда Приезжают Друзья Это Праздник Так Что Это Обычный Праздничный Стол Можно Сказать Так Что Тут Ничего Такого Особенного Нет Там Мясо Это Своё Особенно Плескавицы Но Мы Стараемся Их Готовить Всегда Потому Что Им Нравится Сербский Айвар Ну Примерно Всё Сербское Ну Картошка Белорусская Жена Белорусская Что-то Должно Быть Так Что Ну Это Такой Стандартный Стол Когда Гости Ты Знаешь Вот Я Тебе Могу Сказать Что Наверное Люди Делятся На Ну Так Условно На Несколько Категорий С точки Зрения Еды Отношения К еде Да Вот Кто-то Любит Фастфуд Так называемый Да Вообще Как бы Торопится Жить И всё Как бы Как вот Бензин Для машины Да Вот Кто-то Наоборот Живёт Чтобы есть И там Очень долго Рассуждают О Винах Там Лордом Маунтбаттона И Салатах С пудрой Из крылышек Бабочек Капустниц И так далее Да А вот То что Вижу здесь Я Это Это Настоящая Трапеза Да Вот Она Такая Русско-сербская И Она какая-то Невероятно Настоящая Вкусная И Я могу Сказать Что Знаешь Если бы Можно было На камеру Передать Вот эти Все запахи И вот Это Ощущение Которое Испытываешь Вот Перед этим Столом Да То я могу Лишь Ну Посочувствовать Тем Кто Не Изведал Вот такого Гостеприимства Его наверное Нужно заслужить Спасибо тебе Еще раз Что пригласил Нас в гости Вот к такому столу Ну Надо Сесть Покушать Человечески Чтобы Это Было Вкусно Но Я вам Говорю Что Это Очень Вкусно Очень Хорошее Так Что Присаживайтесь Могу Это Подтвердить Потому Что Запахи Ощущения Атмосфера Ну Ничего Подобного Лично Я Мне Нигде Не Доводилось Испытывать Вот Только Дома У Дэйна Берича Спасибо Приезжай Спасибо Спасибо